Сама процедура вакцинации от коронавируса занимает считанные секунды. В Анапе ее прошли уже 590 человек. Можно ли ставить прививку конкретному пациенту, в каждом случае решают специалисты. Каждого пациента осматривает перед прививкой врач. То есть у нас специально создан кабинет для осмотра этих пациентов. Пациент заполняет анкету, пациент заполняет добровольно информированное согласие о добровольном согласии на прививку. И уже врач решает, можно ли пациенту делать прививку или нет, потому что есть определенные противопоказания. И в некоторых случаях нужно эту прививку делать с осторожностью. С осторожностью прививку от коронавируса делают при онкологии, туберкулезе и иммунодефицитных состояниях. Противопоказания – беременность, грудное вскармливание и возраст до 18 лет. А вот людям старшего поколения, за 60, вакцинацию проходить разрешили. Я делаю прививку, у меня все проходит, без побочных, все у меня, аллергии нету, заболеваемости нету никакой. Все хорошо. Приветствуется, когда на прививку приходят целыми трудовыми коллективами. Так легче и самим пациентам, и медикам. Дело в том, что у препарата «Спутник Ви» особые условия хранения и применения. Чтобы он не потерял свои свойства, после разморозки ампулы нужно поставить уколы группе из пяти человек. Пока все идет без накладок. Вакцинация проходит у нас очень успешно. Мы сами не ожидали, что у нас будет такое огромное количество желающих вакцинироваться. Значит, первые у нас вакцинировались медики, медработники, врачи, учителя. Это было еще 30 декабря. То есть некоторые уже получили даже вторую дозу. Из побочных эффектов зафиксировано только повышение температуры, 37,5-37,4. Легкий гриппоподобный синдром, ну каких-то таких тяжелых нежелательных эффектов у нас не было ни одного зафиксировано. Уже привитые от коронавируса люди советуют последовать их примеру своим близким. И те к этому прислушиваются. Сейчас в очереди на вакцинацию более 800 человек. В ближайшие дни в Анапу поступит новая крупная партия «Спутника Ви» – 2300 доз. Записаться на прививку может любой желающий. Это можно сделать на сайте госуслуги, по телефону или при личном обращении в поликлинику. Алексей Дивейкин, Михаил Попов. Анапа. Регион.